Я проживаю в Софийской Борщаговке, рядом с Киевом, практически километр от Киева, не больше. И недавно начал пользоваться услугой приобретения воды, уже начал задумываться, чтобы не с крана ее набирать, но бювета бесплатного там нет. Во всяком случае, я его не видел. Было бы очень хорошо, если бы он появился, было бы очень удобно, и жители были бы явно благодарны за это. Я живу в Новоровске, возле цирка. Возле меня есть два бювета. Это за универмагом Украина и возле парка имени Чкалову. Ну, мы там воду не набираем, потому что вода как будто водопроводная. Ну, мы ездим в Лавру набирать воду. Ну, потому что привкус хлорки, то есть, скорее всего, с очистных станций. Ну, и привкус металла. Что могу сказать? Что это очень хорошее дело, честно говоря, потому что проблема с водой по Киеву всем известна. И это очень большая беда. Выход, одним из выходов, я считаю, это подключение бюветов и включение бюветов по городу Киеву, которые были по настоящее время. Но, к сожалению, в этом году, не знаю по каким причинам, бюветы отключены. Что я могу сказать, где именно? По улице Фрунзе, это в Подольском районе, это район Виноградаря по Свободе, это Белочанское возле метро Житомирское. Кстати, там отремонтировано, покрашено, облагорожено и даже жильцами в том числе. Но бювет отключен. Я считаю, что это очень большой урон для здоровья несет, потому что вода с бювета очень там качественная, тем более это артезианская скважина, вода очищена. Качество воды в бюветах, конечно, это санстанция проверяет. Есть свои нормы. У нас біля моего будинка безпосередньо є дуже непанный бювет, він знаходиться біля території місцевої церквушки. Там дуже чиста вода, нам завжди подобається, мы завжди звідти беремо, вона смачна, вона чиста. И мы завжди беремо воду саме с этого бювета. Ну, звісно, нам трохи не подобається, что стан бювета зазвичай досить не сильно хороший, оскільки дуже часто ламаются крани. И может статись так, что прийдешь, а кран зламан и чекать, доки ремонтуют. И так, в достаточно многих местах у Киеве, и это немного не по-киевски. Хотелось бы покращать, что до этого. Звісно, что качество воды в бюветах набагато украшения, чем водопроводная. Водопроводная воняет хлоркой, и часто можно увидеть там что-то незвичное, а там чистая, смачная вода, которая санэпидемстанцией проверяется, тем более не хлоровано, без химикатів. Вы же знаете, что подземные джерела, они набагато частейше, там нема микрофлоры через отсутствие свитла, повітря, яка б забруднювала воду. Нема водорослей, оскільки нема свитла. Тому подземные джерела, они набагато частейше за наземные. Я сейчас проживаю в Киеве, и очень часто останавливаюсь в районе Академистечка. Там живет наш знакомый. И вот у этого нашего друга есть прибор для измерения жесткости воды. И когда мы измеряем эту воду, которая идет из крана, то где-то 260-270. И там же на Академистечке есть пункт по очистке воды, где продают очищенную воду. И когда мы покупаем эту очищенную воду для употребления и измеряем ее, то там 27-30 где-то. Она проходит 6 стадий очистки воды. То есть насколько вода 270 по жесткости, по солености, по загрязненности, которая течет из крана, и всего 27 очищенная вода, которую мы покупаем для питья. То есть получается, что вода, которую мы берем из крана, она вообще непригодна для употребления, даже для мытья волос и для употребления пищи тем более. Поэтому хотелось бы, чтобы, не знаю, милостью Божией или чудом Божиим, такая же вода в кране была, как та, которая сейчас продается в пунктах очищения воды. Та вода, которая выходит наружу из источников, конечно же, она проходит, она не только по минералам, по солености, возможно, чище, она еще как бы в мистическом, сакранном плане чище, потому что она как бы, ну я не знаю, заряжена всеми теми минералами, которые находятся в земле. И когда она выходит на землю, это уже как бы, ну как назвать, это воля Божия, милость Божия вода, которая пригодна для питья. А вот та вода, которая проходит в скважинах, она еще не полностью готова для употребления. Нормально, отличная вода, как бы, ну иногда хотя бы раз в неделю она должна хотя бы очищаться, как бы поставить фильтры там, чтобы были бы чистые, как бы. Ну просто сделали буфеты, ну ладно, там загрязнились, там, и опять грязные. Надо как бы за этим следить, я так думаю. Я думаю, что вода из бюветов не менее чистая, чем из крана в нас. Вообще хотелось бы больше рабочих бюветов. У нас в Киеве меньше половины из них работает. И еще мы меньше в состоянии производить нормальную воду. Бюветом я не пользуюсь, потому что мне не нравится качество воды. Как бы раньше пользовался, потом поставил домофильтр, и сейчас не нахожу необходимости, поскольку, ну вот я же был на Виноградере, у нас там, ну, порядка двух бюветов, как бы, они работают, и вода там вонючая, ну, воняет сероводородом, она некачественная. Меня, как бы, такая вода не устраивает. А с фильтра вполне нормальная. Смысл, конечно, я не вижу, потому что, ну, бювети артезианская скважина, у меня скважина за городом порядка 80 метров, и вода оттуда лучше, чем из этих бюветов. Она не воняет ничем, она чистая, как бы, не вижу смысла абсолютно. У нас, вот, допустим, вот в области, у меня там есть еще тоже дом у родственников, там пробили частную скважину, вот за ней следят, да, местные люди, которые ее пробили. Они ее чистят, они на это выкладывают свои деньги. Ну, тут, понятно, логично, как бы, в Киеве я не вижу смысла, чтобы за этим кто-то следил. То есть только власть должна организовывать, тот, кто это поставил, тот должен следить. Если бы возле места моего проживания появился бювет, я бы им пользовался. Но при условии, если я был бы уверен на 100%, что это действительно чистая вода, то есть не какая-то иллюзия, типа канализационные какие-то вот соединения. Вот так вот. Бюветом, честно говоря, не пользуюсь, но я считаю, что в данный момент нет, потому что там, ну, как бы, в последнее время скапливается очень много людей, скажем так, бездомных, для которых это как бы спасение, это вода, но от этого она чище не становится. Ну и плюс люди у нас не особо следят за чистотой, то есть, ну, ничего не стоит что-то туда выбросить, оставить мусор. Надо все-таки в первую очередь людям следить за этой чистотой. И, конечно же, это природная вода, поэтому было бы лучше, если бы там было чисто и брать воду оттуда. Бюветная вода чище, чем водопроводная. За ее контролем должны следить специальные службы. Я бы пользовался, ну, бюветной водой, чем водопроводная. Бюветная водопроводная. Бюлі мене, там, где я проживаю, есть бювет. Вот. И тут користуюсь на Майдані бюветом. Щодо води, то вода хороша, нормальная. И чай хорошо заваривается, и кофе хорошо заваривается. Во всяком случае, не пахнет хлоркою, понимаете? Чи там, якимись еще добавками, яка из крана. Вот. Ну, а то, что технология будучи бюветов неправильная, дешевая, можно сказать. Потому что покладывают трубы, трубы покладывают, они ржавеют, понимаете? И вода набирается запахом ржавчины просто, понимаете? Просто ржавчиною пахнет вода. Можно сказать, трубами пахнет, понимаете? Хто має слідкувати? Ну, у нас дуже багато різних надзоров городских, там, лабораторій дуже багато. Це горнадзор, понимаете? Городская комісія. Проживаю в районі Борщагівка, скажу так, з приводу бюветів мені трішки пощастило, в 20-30 метрів бювет від мене є. В цілому водою я задоволений, смачна, не знаю, можливо, потрібно здати на експертизу, щоб впевнитися, що все гаразд. А щодо збільшення кількості міні-бюветиків в Києві, я тільки за, тому що в європейських країнах вже є така практика, що практично в кожному кварталі є якийсь міні-бювет. При такій 30-градусній жарі, особливо, коли людина, можливо, немає собою коштів купити якусь воду там в тому самому магазині, дуже буде чудово освіжитися і попити нормальної води, скажімо. Тобто, я за те, щоб кількість бюветів збільшилася, не обов'язково гігантських і великих, а такі якихось маленьких, якщо можна було освіжитися, елементарно, легесенько облитись водою, а не в фонтані купатись, це потрібно робити. Я живу на Лісном, на Волково, 12. Бювет, який візь мене є, його взагалі закрили, зняли крани. Він, десь, не відповідав ніякому качіству, тому що там були хлоп'я при кипяченні води. І беру зараз, не знаю, як назвати це, магазинчики, де наливають воду по 20 литрів, по 80 копеек за литр. Я не подсчитывав, але у нас 4 человека – сем'я, і 20 литрів нам на 2, на 2,5 дня, на 3. Ну, по-крайні мере, накипи немає ніякої, але все-таки є подозрення, що вже мертвая вода, хотілося б, звісно, більшого качіства. Вода в бюветах очень вкусна, очень часто є в мій пользу. Ну, що стосується бюветів, якщо, дійсно, це буде чиста вода, в першу чергу, бо все-таки ж воду можуть постачати, ну, оброблену, з хлоркою і тому подобне. Чи потрібно їх реставровувати? Звичайно, потрібно, бо, особливо, зараз таку погоду на дворі жаркою, ну, ясне діло, що багато людей, людям захочеться пити однозначно. Чому вона має бути чиста? Тому, що елементарно, якщо людина поп'є якусь воду заражену, з хлоркою, або щось такого плану, або в неї буде якась алергія, то це вже будуть якісь проблеми, які не мають бути, я вважаю. Чи, ну, реставрувати потрібно, чи чиста вода потрібна, це однозначно. Ну, дійсно, в Черкасах також не всі бювети працюють, наприклад, я недавно був в одному із наймасштабніших парків Черкас і підійшов до бювета, він не працював. Ну, я сподіваюся, що він там тільки один не працював, можливо, там всі, я вже, ну, всі не ходив, не провірявся, тільки потрапив на цей. Хоча, ну, і потрапив, допустим, там Черкасий водоканал є, біля їхнього будинку є бювет, він працює, там чиста вода, там все добре. Ну, нехай по цьому ж принципу і тут восстанавливають, я думаю, і розширять. Слідкувати за тим, щоб вода була чиста і щоб вона постачалася і ремонтувати, то цим мають займатися ті органи, яким це займається. Тобто, ну, водоканал, я не знаю, ну, ті, хто цим займається. По поводу бюветної води, я їй пользовався, пользуюсь і собираюсь пользоватися, суть чому? Я постоянно їжу по городу, і у мене постоянно возникає необхідність в пополненні води. Я вожу з собою бутылки налдженовські, да, і п'ю багато, п'ю 3-4 литра води в день. І тому я іми пользуюсь постоянно. По крайній мере, з тих, які кажуть мені карта, що вони там є, я туди прихожу, ну, пока було все по всім попаданням, але я редко буваю в дальній части правого берега, т.е. там Нивки і далі я появляюсь редко. Це в основному сам берег правий, це Аболонь, Подол, центр, Голосеєво, ну і весь левий берег. Мені кажеться, що за бюветами дозна следить городська адміністрація і за їхнім функціоналом, і за їхній чистотой. Музика Практически перестал пользоваться, с появлением, в принципі, і удешевлением, да, води, там, которую можна приобрести в магазині. Перестал практически, за исключением, вот, когда лето, жара, і абсолютно случайно где-то я попадаю на бювет. Возле моєго дому бювет, він довгое время не работав, я привык і смирился з цим. А щас я даже не знаю, може його возобновили, може нет, але діло в тому, що вже, як би, є цей ряд можливостей, як можна цей вопрос решити без бювета, бювет. Якщо брати, як люди ходять, да, там, набирають больші бутлки води, ну, це немножко, скажімо так, напряжено, да, що ли, і де-то я, наверное, вже більше лінивий став, тому я перестал цим займатися. В принципі, у мене стоїть домофильтр, который позволяет мне использовать воду из-под крана, хороший. Я крайне редко покупаю її для, ну, больших, там, каких-то там, около промышленних масштабах, но я думаю, що місяць бутылка, бутылка – це где-то 20-30 гривень. Наскільки я розумію, там, в некоторых бюветах, вона вообще артезіанская, да, то есть це скважина, тому, ну, некоторые бюветы, я понимаю, вони вже староваты, і там, как бы, вот эта вся канализационная система, да, то есть трубы, ну, вони можуть, немножко, конечно, давати какой-то налет, но если брати просто по ощущениям, то, ну, вкуснее она, как минимум. 100% вода из бюветов, я пользуюсь уже лет, наверное, 20, когда только первые в Киеве открылись бюветы, и я вот постоянно. То, що там є какой-то маленький запах – це ерунда, ну, можна вода, то есть глубина какой-то газ там, конечно, є, но сама вода, она натуральна, то есть она неопроботана, не прошла никакие дезінфекции і прочее. То есть это то, що живоє, що необхідно для чоловіка, однозначно, понимаєте? Я за бюветы, пусть їх буде більше, даже, вот, не надо очищать воду з Днепра, поставьте лучше в эти бюветы, подсоедините весь район Киева на этих бюветах, і миться буде полезно, і це хлорки не буде всякой, понимаєте? І для організма, для здоров'я це буде вот так, супер! Музика Користуюся, ну, бюветом, вона, ну, як би, качественна, не так, як питьева вода із крана, а з бювета, наче, краще, ну, все равно, в последнее время з бювета пошла дуже погана вода, дуже погана. Воняє таким болотом, і це, і багато бюветов у нас не робить. От у нас святошено, у нас, це, де ми живем, у нас три бювета, з трох бюветов робить тільки один. А один, ну, 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 не який уже. Ця вода бюветная, мне нравится, но только чтобы она чистая была. Набагато чистая, чтобы можно было пить ее. И в районах бюветы, в деяких районах, они не працюють, зруйновані. Нам все ж таки подобается, но только запах какой-то дивный в этой воде. Ну, или какая-то хлорка. Так как мы живем в месте, где должна наша влада дбать про наше здоровье, то эти бюветы, которые находятся в нашем месте, они должны быть проверены. Для этого есть соответствующие службы, которые должны заниматься этим вопросом. Как правило, есть и сайт, на котором есть данные, на каком качестве данного состава находится вода. И поэтому, шановные клиане, перед тем, как вы пойдете к бювету, вы должны посмотреть этот сайт, проверить, в каком стане ваш бювет, все гидно, это вода и так далее. Если вы в Киеве поедете по улице 69 автобус, это улица Островского, рядом церква, вы увидите там массу людей, которые просто вагонами закупают воду. Это один из лучших бюветов, где прекрасная вода, кто там недалеко проживает, всегда очень позитивно развивается про себя бювет. Бювет, в котором я беру воду, находится улица Жолудева на Борщаговке. Ну, хотелось бы, чтобы почистили ее, и чтобы она была вкусной более. Я мешканец Болонського района Киева, мешки в другом микрорайоні. Бювет у нас находится в третьем микрорайоні и в первом микрорайоні. Это самый ближайший бювет. В первом, в третьем микрорайоні там бюветы 2000 лет пробурены, ну, и уже больше 10 лет, что одному, что іншому. Там вода просто ваняет трубами. Ей, ну, дуже важко. Да, звичайно, коли я иду, я, звичайно, пью воду. Просто, ну, додому я не ношу, потому что она просто ваняет. Единственное, чем я иногда ношу воду, это джерела Почерской лаврии. Это не бювет, а просто джерело, там, где есть вода. Там, где есть вода, там, я используюсь. А так? Бюветная вода – это набагато краще, чем вода, которая из-под крана. Например, на Болонии я знаю, что там есть джерельные воды. И, взагалі, если есть возможность, то седаешь на один транспорт, на другий транспорт, едешь и собираешь. Дуже добра вода. И біля Лукьяновки, там тоже есть. Обовязково приходите до нас, біля Киевского Яросалима, есть такой бювет, там зупиняется 33-й, 28-й, 6-й, 18-й. Набирайте воду. Мы всегда набираем там и на хрещение, и на встречение, и, взагалі, используемся ею.